Я приехал в Гатчину. Первое, что я увидел, это не дворцы и соборы. В январе 44-го года Чесменская галерея была уничтожена пожаром. А теперь мы с вами идем в подземный ход, который ведет в парк за дворец. Что это? Что это? Еще вчера была мысль сгонять сегодня в Выборг. Но так сложились звезды. Еще пока искал, куда поехать, нашел прикольный город Шлиссенбург. И там есть крепость Орешек. Но нагуглил информацию, что только в летний период туда есть паромная переправа на этот остров. В общем, сейчас не лето, крепость не попасть, поэтому и смысла ехать нет. Шлиссенбург оставим на потом, в следующий раз обязательно. Погнали. Два рубля в минуту можно взять в прокат самоката. Только ни одного самоката нет, потому что, видимо, зима. Это у нас Адмиралтейство. Адмиралтейство. Два рубля. Два рубля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А я приехал в Гачину И первое, что я увидел, это не дворцы и соборы А трансформированную будку с мышами Приколюха такая Короче, походу реклама какая-то Все равно прикольно, молодцы Ай, сыро, зараза Ну, плево, позитивно Гатчина, это красиво Вот здесь вот Гатчинский дворец А сзади него очень большой парк есть Гатчина находится в 40 километрах от Санкт-Петербурга От центра Питера И это самый большой город Ленинградской области Смотрите про Гатчину в формате 360 Видос на моем канале Ссылочка в описании Есть такая интерактивная игра Называется «Учись по-царски» Чтобы понять, как проходил день детей Александра Третьего Можно выбрать один из дней недели И здесь есть разные уроки Урок фортификации, урок истории Урок история русской словесности И верховая езда Предлагается пройти такие небольшие квесты Все находятся в этом помещении То есть можно понять, как дети учились в то время Ну, например, первый урок фортификация Найди в книжном шкафу книгу фортификация Посмотри фортификационный словарий С его помощью выполни задание на последней странице По уроку истории предлагается Ознакомиться с картой Российской империи И найти столицы различных областей Очень интересно, сделано здорово Молодцы! Сзади меня портреты Оригинальные портреты Александра Третьего И его супруги Марии Федоровны Немного экспонатов в музее сохранилось в оригинальном виде Поскольку в 1918-1920 годах Оригинальная мебель и утварь царской семьи Была признана, ну, как бы, недостойна тому Чтобы сохраняться в музее И ее раздавали в качестве зарплаты Служащим дворцового комплекса В годы оккупации Во время войны Эта утварь вся сохранилась благодаря тому То есть дворец был разгромлен до состояния руин А вот эта утварь и оригинальные вещи В том числе, возможно, не эти картины Сохранились благодаря тому Что находились в Гатчине И в округе Гатчины У служителей этого музея Где-то в домах и так далее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сзади меня находится парадное опочивальня Марии Федоровны Подобные представительские апартаменты В 18 столетии располагающиеся на пути Обязательного следования гостей Они не только подчеркивали статус владельцев этого дворца Но и поднимали значимость самим жителям этих апартаментов Парадное опочивальня императрицы Марии Федоровны Относится к самым совершенным творениям Винченца Бренны Подобные представительские апартаменты В 18 столетии располагавшиеся на пути Обязательного следования гостей Не только подчеркивали социальный статус хозяев Но и возвеличивали обыденные стороны жизни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 44-м году в Гатчине был большой пожар И дворец тушили пожарные Гатчины и Ленинграда А это помещение еще не отреконструировано до конца Чесменская галерея Одно из самых пышных и торжественных пространств дворца Принадлежало к числу лучших созданий Винченца Бренны Ее украшали эффектные липные композиции Из позолоченных трофеев И римских военных атрибутов Доспехов и оружия Три больших картины на стенах Изображали эпизоды чесменского боя В январе 44-го года Чесменская галерея была уничтожена пожаром Сегодняшний зал это ее призрак Воспоминания о былой красоте На фоне зияющей пустоты стен Со следами огня Пронзительным диссонансом Выглядят воссозданные по акварели Дореволюционным фотографиям Элементы интерьера А это воссозданный островок Того, как здесь было до пожара Кстати, да Подписывайся на телеграм-канал Чтобы не пропускать видосы В 1766 день закладки Гатчинского дворца В 1781 завершили строительство В 1883 императрица Екатерина II Подарила этот дворец великому князю Павлу Петровичу В 1796 Гатчина стала императорской резиденцией В 1799 окончание работ по строительству Приоратского дворца В 1881 владельцей Гатчины стала императрица Мария Федоровна В 1828 дворец переходит к императору Николаю I В 1845 производится перестройка Гатчинского дворца В 1855 владельцем дворца стал император Александр II В 1881 семья Александра III из Петербурга переехала в Гатчину В 1894 после смерти императора Александра III Гатчина стала основным местопребыванием императрицы Марии Федоровны В 1819 году Гатчинский дворец был открыт для посетителей как музеев В 1841 году начало эвакуации музейных ценностей из дворца В 1944 году Гатчина была освобождена от фашистской оккупации 26 января 1944 года В настоящее время в дворце открыты 12 парадных интерьеров 18 века Экспозиция в бывших личных комнатах императора Александра III и 30 выставочных залов А теперь мы с вами идем в подземный ход, который ведет в парк за дворец И такой длинный туннель, а в конце он заколочен Мы с вами туда быстренько пробежимся и обратно Здесь такой изрядный дубак Но до конца этого туннеля нам с вами не дойти Потому что сотрудники музея перекрыли И мы пройдем только половину Очень холодно Я ростом 183 И вытянуть руку не могу То есть человек двухметровый будет, наверное, уже упираться головой в потолок А здесь течет вода Пройти туда дальше нельзя Там конец и тупик А здесь люк вентиляционный Ухи-ухи Ставь палец вверх, если нравится такая морда В 90-е годы 18 века под руководством итальянского архитектора Винченцо Бренне Вблизи дворца был создан ансамбль придворцовых садов В которые вошли нижние и верхние голландские сады Самым любимым местом отдыха царственных владельцев Гатчины от Павла I до Николая II был сад На воротах ограды сохранились монограмма великого князя Павла Петровича в виде двух скрещенных латинских букв И они, эти буквы скрещенные Не на этих воротах, я думаю Здесь очень красиво летом, мне кажется А сейчас март Снег и не очень Но в целом все равно красиво Мостики И деревья укрытые лапником И еще какие-то цветы Похоже укрыты А что вот это вот За здание с колоннами Никто не знает Но тоже красивое А за ним Какая-то неведомая полейница Я думал, что это Какие-то дрова сложенные Потом смотрю Водостоки А здесь ворота И еще вот здесь вот окна с замком Что это такое? У кого какие предположения? Пиши в комментах Смотри Дверь Ну дверь, короче Входная двойная Распашные двери И все это обшито Вот такими бревнами Вот еще окна Касса Короче дом какой-то Какой-то дом Загадочный Еще окно Что это? Что это? Ребята, я нашел ответ на этот вопрос Это называется Березовый домик Такая архитектурная шутка Он был изначально построен в 1780-е годы Во время Второй мировой войны Он был разрушен, сожжен А в 1975 году его восстановили по фотографии Вот так он выглядел изначально Эта фотография была сделана до 1917 года Раньше в европейских парках было модно создавать такие архитектурные шутки Внутри это дворцовое убранство, а снаружи это поленица дрова Посещение Гатчинского дворца Стоит 450 взрослый билет Видеосъемка 100 рублей С экскурсии 1000 рублей на человека Если есть семейный абонемент Два взрослых и до трех детей до 16 лет 1100 А это территория всего музейного комплекса Гатчинский дворец Здесь арсенальная коре Центральная часть И кухонная коре Как объяснили здесь больше прислуга И кухня располагалась Здесь царские особы А здесь приемные залы различные были Но сейчас доступна для посещения только вот эта правая часть Из дворца я прошел по парку По мостикам Здесь куча уток можно покормить Дошел до вот этого павильона Венеры Сюда попасть нельзя Здесь перекрыто почему-то было Но красивое здание Созданное по подобию аналогичного здания Рядом с Парижем такое есть Шатильи И вот березовый домик Про который я рассказывал А вот это с колоннами здания Это портал Маска называется Можно еще вокруг обойти Но очень большая территория Здесь в принципе есть тоже интересные строения Ну вот вкратце так Нашел самое старое дерево в парке Этому дубу 230 лет И посадил его граф Орлов Офигеть! Памятник Павлу Первому 1851 года офис вконтакте вон там светится прикольная такая штука туда бы залезть друзья если вы еще не в курсе у меня очень большая коллекция мотоциклетных номеров более 300 номеров из 157 стран мира если хочешь принять участие в создании большой коллекции мотоциклетных номеров и у тебя где-то завалялась парочка буду рад принять их присылай